МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня четверг, 18 января. В студии для вас работает Рушан Бараев. Коротко о главном. Почему мы должны платить? Карганденцы интересуются в законности заключения договоров на обслуживание газового оборудования. Насколько хорошо функционируют автобусы в Карганде и каково качество услуг наша съемочная группа побывала в автопарке номер 3. Не снижать намеченные планы в строительстве глава региона на аппаратном совещании рассказал об итогах социально-экономического развития области за прошлый год и задачах на нынешний. Воды и туалета нет, спим на полу. В крайне сложную ситуацию попала многодетная семья в Каргандии. Почему мы должны платить? Каргандинцы начали активно интересоваться в законности заключения договоров на обслуживание газового оборудования. Кому и зачем будут уходить деньги и почему с горожан требуют разные суммы? Ирина Вобещевич искала ответы. На сегодняшний день стадия подключения уже как бы близится к завершению. Должны прийти сделать врезку. То есть уже установлено оборудование, уже трубопроводы все проведены. Александр живет в районе санатория «Березка» в частном доме. Сейчас компания завершает работы в его доме по установке газового оборудования. Деньги он уже оплатил за работу. И тут его в последний момент ошарашили, что нужно будет теперь еще ежегодно платить за обслуживание. Подрядчики об этом не сообщали заранее, не говорили, что будет производиться вот эта вот оплата. Ну, такой, скажем, фактор достаточно неожиданный и неприятный для рядового потребителя. Сколько вам надо будет? Сумма оплаты 24 тысячи. Это будет за годовое обслуживание котла. И таких жителей, которые неожиданно узнали о необходимости ежегодно платить и усомнившихся в законности договора, в последнее время все больше. Люди остерегаются, чтобы не вышло такой же коллизии, как с оплатой за домофон. Согласно закону о газе и газоснабжении, потребитель обязан заключить договор с организацией специализирующей, которая производит техобслуживание, которое имеет аттестат согласно промышленной безопасности. И потребитель обязан заключить договор. После подключения к газоснабжению потребитель должен самостоятельно выбирать подрядную организацию к обслуживанию. А их достаточно много в городе, говорят, в производственном филиале АО «Каз, Транс, Газ, Аймак». Без договора обслуживания газ просто-напросто не подключат. Жилищные инспекции Караганды подтвердили, согласно пункту 5 статьи 19 закона о газе и газоснабжении, запрещается эксплуатация газопотребляющих систем и газового оборудования коммунально-бытовых и бытовых потребителей без заключения договора на их техническое обслуживание. Каждые шесть месяцев производится техобслуживание. В техобслуживание входит осмотр всего оборудования, также дымохода и вентиляционных каналов. Помимо этого, обслуживающая компания должна будет выезжать по вызову абонентов в случае каких-либо возникающих вопросов. «Вот этот рынок по техобслуживанию и строительно-монтажных работ нашей организации не относится. Это свободный рынок. Недавно мы собирали с подрядными организациями, которые производят техническое обслуживание внутри домового газового оборудования, а также государственными уполномочными органами, то есть жилищные инспекции». То есть подрядчикам дали разъяснение, чтобы они проводили в том числе и информационную работу с населением, дабы не возникло недопонимания такого, как на этот раз. Кстати, у всех компаний свои тарифы на обслуживание, и в среднем сумма составляет 25 тысяч тенге в год. Каждый может выбрать для себя ту компанию, у которой условия более приемлемые и привлекательные. Не снижать намеченные планы в строительстве – такое поручение дал глава региона на аппаратном совещании, где речь шла об итогах социально-экономического развития области за 2023 год и задачах на нынешний. Подробнее в сюжете. Управление строительства Мурат Сакенович. Строительство обеспечено рост на 38,6%. По воду, жилье плановые показатели также выполнены. Какие планы на текущий год? Годовой план исполнен на 105,7%, доложил руководитель управления строительства. Предварительный план ввода жилья Комитета по делам строительства на 2024 год составляет 616,8 тысяч квадратных метров. У нас направлено письмо по согласованию возможного снижения годового плана на 450 тысяч квадратных метров жилья. У меня сегодня заместитель поехал в Астану. Ожидаем согласований. А почему вы на снижение идете? Причины какие? Основной вопрос – дефицит тепловой энергии в областном центре. В этом году дефицит теплоэнергии в областном центре должен быть решен, заявил Ермаганбет Буликпаев. Ермаганбет Буликпаев, какая ситуация по этой части? Доброе утро. На этот год у нас стоит подключение третьего тепловывода. Бюджетные средства в полном объеме для завершения этого проекта предусмотрены. Планируем в августе месяце все строительно-монтажные работы завершить. И у нас будет два месяца на пусконаладочные работы для того, чтобы в октябре месяце зайти уже с третьим тепловыводом. С учетом предоставленной информации, глава региона поручил управлению строительства скорректировать планы. Также доложил, что объем промышленности за минувший год составил 3,5 трлн тенге. В основной капитал вложено 854,3 млрд тенге инвестиций с ростом на 12,2% к уровню 2022 года. Произошел рост объемов внутренней торговли в транспортной сфере. В текущем году намечен рост в обрабатывающей промышленности. Увеличение ожидается в черной цветной металлургии, машиностроении, стройиндустрии. Инвестиции запланированы на уровне 910 млрд тенге с ростом на 1,5%. Необходимо ввести 10 инвестпроектов. Принять необходимые меры по обеспечению положительной динамики запланированных показателей социально-экономического развития в области на 2024 год. И продолжить работу по обеспечению эффективной реализации задач, поставленной главой государства. Первое – это инвестиции. Даром Бибетулла. Это всех коллег Акимов в консайдс. Реализация всех инвестиционных проектов. Вот главная задача, которую мы должны сделать. За счет него мы решаем много вопросов. В первую очередь – это трудоустройство. Постоянные рабочие места. Общественный транспорт – общественная проблема. Насколько хорошо функционируют автобусы в Караганде и каково качество услуг? Планируется ли повышение тарифа? Наша съемочная группа побывала в автопарке номер 3 и ознакомилась с планами развития городского транспорта. В феврале стукнет десятилетие действующему тарифу на проезд в общественном транспорте. Последний раз он повышался в городе в 2014 году, в регионе – в 2009. Как известно, в некоторых южных и северных регионах процесс завершился. Сейчас автобусные парки Караганды подняли вопрос изменения фактического тарифа. Ведутся переговоры. Уральск у нас повысил 120 тенге, сделал тариф. То есть это каждый регион исходит из своих данных. То есть, допустим, мы тоже должны учитывать, насколько мы можем на 150 условно поднять, до 200 тенге поднять. Дифференцированный тариф еще выше сделать, то есть за наличные средства. Есть в любом случае план, как, допустим, даже, грубо говоря, у нас по республике, по всех городах плюс-минус одинаковый тариф. То есть повысили до 80 тенге, все к этой цифре приблизились. Условно, Алмата 100 тенге подняла, примерно все к этой цифре двигаются. Самый высокий тариф по республике – в Уральске. 120 тенге стоит проезд безналичным расчетом, 200 тенге – наличными. В любом случае, рано или поздно повышение стоимости оплаты за проезд коснулся бы Караганду. Это комплекс, то есть, видите, расчет делается, то есть, насколько снизится нагрузка на потребность. То есть, это в любом случае дает понижение по потребности субсидирования. Это все будет рассчитываться и приниматься решение. В прошлом году выплачено порядка 13 миллиардов тенге при потребности 18,5. Кроме того, рассказали об итогах действия автопарков. В 2019, 2022, 2023 годах автопарк номер 3 приобрел 225 автобусов. Число показывает обновление общественного транспорта практически наполовину. Пятый автопарк получил 58 единиц. Из них 8 автобусов пригородных маршрутов – 50 городских. График 145 маршрута продлен. Транспорт автопарка номер 5 выходит на линию с регулярностью 87%. В 2023 году показатель автобусного парка номер 3 значительно вырос в сравнении с годом ранее – 97%. На сегодняшний день, в связи с тем, что мы, будем говорить, хорошо обновились за 19, 22, 23 год, количество таких случаев резко уменьшилось, потому что возраст машины, средний возраст снизился. Соответственно, новые машины реже ломаются. Ну, к чему мы и двигаемся вообще. Общественному транспорту в обязательном порядке положено техобслуживание. Исправность каждого транспортного средства, проезжающего до 20 тысяч километров, контролируется. Автопарк номер 3 приступил к задаче уменьшить этот пробег для избежания случайных сходов автобусов с линии. Каждый автобус через каждые 12-15 тысяч мы загоняем на плановое обслуживание. Здесь проходят проверку основных узлов агрегатов, то есть это влияющие на безопасность дорожного движения, это рулевое управление, тормоза, ну и сопутствующий ремонт. Кроме этого, здесь проводится химическая очистка сидений, салона. Сфера общественного транспорта «Танка». Освещение других вопросов, которые обсуждались на встрече, будет с продолжением. Дарья Чеканина, Зульхарна, Есмахаев, Николай Шевелев, Пятый канал. Департамент государственных доходов призывает сдать декларации об активах и обязательствах. Касается это руководители учредителей, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их супругов. Сейчас во всех управлениях государственных доходов функционируют консультационные центры, где специалисты предоставят ответы на интересующие вопросы и помогут сдать декларацию. Обратиться также можно и в единый контакт-центр по номеру 1414. За нарушение сроков предоставления декларации предусмотрена административная ответственность, предостерегают в Департаменте государственных доходов. В Карагандинской области сохраняется нестабильная эпидемиологическая обстановка по заболеваемостью корью. Высокие показатели инфицированы в городах Караганда, Приозерск, а также в Каркаролинском и Нуринском районах. По состоянию на 17 января зарегистрировано 288 случаев с подозрением на корь. Из них 143 – лабораторно подтвержденных, или 49%. В возрастной структуре преобладают дети до 14 лет, на которых приходится 661 случай заболеваемости, или 70%. Заболеваемость детского населения регистрируется преимущество среди непривитых лиц, которые составили 90% от числа заболевших. На сегодняшний день корь зарегистрирована в 97 детских дошкольных учреждениях с числом заболевших 190 ребенков. И в 133 школах заболело 289 учащихся. Единственным эффективным средством, предупреждающим заражение корью, а также ее осложнение, является вакцинация, отмечают в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. Плановая вакцинация против кори проводится двухкратно. Первая в возрасте 1 года, или в 12-15 месяцев, и вторая в 6 лет, что позволяет выработать поствакцинальный иммунитет. Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан о проведении санитарно-пратиэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий против кори, проводится дополнительная массовая иммунизация против кори, краснухи и паротита подлежащим контингентам. А именно, это дети в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней, а также от 2 лет до 4 лет 11 месяцев 29 дней, независимо от прививочного статуса против кори. Для проведения прививок используется комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита, сертифицированная ВОЗ и зарегистрированная в Республике Казахстан. Вакцинация проводится во всех прививочных кабинетах поликлиник области по месту жительства бесплатно. Департамент призывает всех родителей ответственно относиться к здоровью своего ребенка. Роберт Граф, Николай Шевелев, 5 канал. Крещенским купанием все готово. На Федоровском водохранилище завершаются подготовительные мероприятия. Сотрудники управления ПЧС и Центра медицинных катастроф в очередной раз напоминают о правилах безопасности и дают рекомендации. Завтра христианский праздник – Крещение Господне. Имеет он глубокий религиозный смысл и, конечно, ритуалы, приметы и традиции, одна из которых – купание в проруби. Ритуальное мовение, во время которого люди, которые опускались в воду, исповедовали свои грехи. О Христе говорится, что Он сразу же вышел из воды, потому что Он был безгрешен, будучи Богом, ставшим человеком. Поэтому этот праздник носит наименование Богоявления, поскольку там явлена была Святая Троица, Сын, Голос Отца и Дух Святой Веди Голубя. И Крещение, потому что Христос совершил омовение вместе со всеми своими, кто там присутствовал в единоверции. Для карганденцев крещенские купания будут доступны в двух местах – на территориях Святоведенского собора и яхт-клуба на Федоровском водохранилище. Там уже находятся две палатки для смены одежды, две проруби глубиной в полтора метра, с установленными лестницами, ограждениями, поручнями и размещенными внутри деревянными каркасами, чтобы ни один человек во время купания не ушел под лед. В первую очередь, конечно, переодеться, обтереться и не спеша погружаться в майну. В майну погружаемся, подходим лицом, разворачиваемся и держимся за поручней, опускаемся в воду. После погружения, разумеется, согреться помогут махровые полотенца, теплая одежда и чай. Сотрудники ПЧС уже сейчас находятся на дежурстве, пока напоминают о требованиях и правилах безопасности. В первую очередь, конечно, это в нетрезвом состоянии нельзя быть. Во-вторых, прыгать в майну нельзя. Надо будет плавно, постепенно опускаться. Детей мы берем на свой контроль, непосредственно за руки держим и самостоятельно их туда не опускаем. Обеспечен трап. Здесь будет постоянно находиться дежурство спасателей, медицинская служба, а также сотрудников полиции. Будут проводиться рейды по городу Караганды. Это на момент выявления фактов незаконного купания. Крещенские купания – не последняя и не единственная традиция, не принимающая отчаяния и геройства. Скорее, приветствующая, если здоровье позволяет и есть желание сделать это во славу Божью. Решившимся же карагандинцам предлагают прислушаться к советам медиков. Людям лучше за недели-две уже начать готовиться в виде проведения обливаний холодной водой, а не так просто уже пойти и прыгнуть просто в прорубь. Противопоказания, например, некоторым людям особенно заболевания центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы. Купания вообще противопоказаны. Ограничения для людей с обострительными хроническими заболеваниями – это в виде заболеваний ЖКТ, язвы, гастриты. В период болезней, то есть это вирусные, те же могут осложниться при среднем пневмонии. Также не рекомендуют купания беременным и детям до 9 лет. Людям, имеющим противопоказания, стоит воздержаться, дабы избежать возникновения судорожных синдромов и сердечного приступа. Тем, кто не сможет по состоянию здоровья, церковной службы будет достаточно. Воды и туалета нет, спим на полу. В крайне сложную ситуацию попала многодетная семья в Карганде. Отец пятерых детей серьезно заболел, но условий для ухода за ним нет. В бараке, который арендует семья, всего одна комната с единственной кроватью. Людмила Бачкина продолжит. А на кровати кто спит? Муж. А мы пятеро детей рядом, я на полу. Сейчас муж Анар Нарушевой в больнице, его нужно забирать, но куда, женщина не знает. Ему нужен уход и стерильные условия, а в доме пятеро детей и только одна комната. В последних числах декабря мужчина сильно заболел. Три дня вызывали скорую, но его возвращали домой. 50-го числа я ссорилась в больнице в Саране уже с таким давлением, пониженным гемогловином вы домой отпускаете, а если случится что-то. Они сказали, у нас праздничные дни, мы не можем ничего делать. Первого числа у него уже все. Разговор. Уже не стал ходить, уже сидел. То, что было больно. В итоге мужчину увезли в Караганду с отеком мозга и отказавшей почкой. Теперь он на диализе. Еще во вторник его нужно было забирать домой. Семья арендует с последующим выкупом однокомнатную квартиру в бараке без воды и канализации. Выплачивают в месяц по 100 тысяч тенге. Доход семьи – это 69 тысяч пособия на детей и 200 – зарплаты папы. Но теперь отец работать не сможет. Обращаюсь в то, что безвыходные положения. Месяц следующий. Ладно, этот месяц мы хоть как-то сестра с родственниками выплатили. А следующий месяц у них тоже семья. Они же моих детей кормить мужа тоже не будут. В квартире зимой перемерзает вода. И чтобы помыть детей, Анар приносит воду от соседей и греет ее в тазу на печке. Туалет на улице. На обогрев уходит по 10 ведер угля в день. В комнате нет даже стульев. Дети едят, сидя на полу. Волонтеры благотворительного фонда «Добро Караганда» пытались собрать деньги на новое жилье для семьи. Но сбор идет очень медленно. Они и сама Анар просят помощи. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Пятый канал. Спасибо вам за поддержку, говорят хоккеисты Сары Арки своим немногочисленным болельщикам, которые остались верными клубу в тяжелые для команды времена. Накануне «Желто-Черный» принимали на своей площадке команду из «Актубе». Карагандинские болельщики остались довольными. Сары Арка обыграла гостей с отсчетом 5-1. Правда, первый период сложился не в пользу хозяев. «Актубе» забили в большинстве и не дали «Желто-Черным» возможности отыграться. Однако во второй 20-ти минутке карагандинцы усилиями Сайко, Григоренко и Коннова уходят в отрыв. В завершающем периоде успех закрепляют Кузьменко и Демин. Итоговый счет 5-1 в пользу Сары Арки. Теперь наша команда отправляется на выезд в Петропавловск. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся завтра. До свидания.